Добрый день. Я хочу представить информацию по Институту высоких технологий по направлениям подготовки, связанных с химией и металлургией. Наш институт объединяет массу различных направлений подготовки, которые здесь представлены. Представлены они здесь не конкретно направлениями, а теми технологиями, которые существуют у нас в стране или в промышленности. Это и пищевые технологии, и химические технологии, металлургические, и нано, и индиокоммуникационные технологии. И все это представляет из себя наш институт высоких технологий. Если перейти непосредственно к сегодняшней презентации, а именно направления, связанные с металлургией и химией, То есть здесь хочется отметить наше отделение. Отделение металлургии и химической технологии, которое состоит из четырех кафедр. Это кафедра автоматизации и управления, кафедра химической технологии, кафедра металлургии цветных металлов, и базовая кафедра металлургии легких металлов, которая создана совместно с компанией «Русал» на базе «Аоси Бами». Кроме этого, представлены на слайде всевозможные научно-исследовательские лаборатории, которые имеются в данном отделении и, так скажем, входит в состав вышеперечисленных кафедр. Имеются учебно-исследовательские лаборатории, всевозможные студенческие общества, автоматика, технолог. Создана лаборатория регионального учебного центра компании ООО, о которой я скажу чуть ниже. Все эти лаборатории оснащены современнейшим оборудованием, которое может использоваться как в научной деятельности, так и в учебном процессе. А другое отделение, о котором мы сегодня поговорим, о направлениях подготовки связанных с ним, это отделение пищевой инженерии и биотехнологии. Она представляет из себя кафедру химии и пищевой технологии имени профессора Турина и базовую кафедру биотехнологии и биоинформатики, которая создана совместно с Сибирским отделением Академии наук, Институт СИФИБР. Имеется научно-исследовательский лабораторий, НИЛ прикладной химии и биотехнологии, учебно-исследовательский, создан также студенческий центр прикладной химии и биотехнологии. Ну и имеется научно-образовательный центр транспира продовольственных технологий, то есть, как вы понимаете, это направление напрямую связано с созданием новых продуктов питания или совершенствованием продуктов питания, которые мы с вами потребляем. А теперь непосредственно перейдем к тем технологиям и тем направлениям, которые с ними связаны. Итак, пищевые технологии и направления подготовки реализуются у нас в УЗИ – это продукты питания из растительного сырья. Сразу обращаем внимание, что для поступления на это направление необходимо сдать три предмета – это химия, математика и русский язык. Значит, в чем, так скажем, необходимость, что ли, наличие таких специалистов? У нас в стране формируется новый рынок, который называется «Фуднет», где, соответственно, должны создаваться новые продукты питания, которые должны обладать, так скажем, улучшенными свойствами, чем существующие. При этом это все должно быть связано с неким таким IT-решениями, то есть некие сервисы, которые помогают нам более легко и быстро выбирать или составлять для себя необходимое меню под наши потребности. Я не буду здесь долго говорить, но если кому интересно, может зайти на все существующие сайты и это посмотреть. А «Фуднет» – это, так скажем, наше будущее, которое сейчас появляется. Но мы все-таки говорим с вами о существующем, где бы вы должны и могли бы работать. То здесь я привожу пример профессиональных стандартов, то есть на каждом уровне они будут. В данном случае это специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья, то есть прямо под наше направление. И вы должны понимать, что после того, как мы заканчиваем бакалавриат, большинство компаний берут на рабочие специальности наших выпускников, то начинают они могут с аппаратчиков, например, аппаратчик перегонки, вертификации спирта, могут быть операторами, оператор линий производства маргарина. Дальше, соответственно, идет рост, себя показали, зарекомендовали. Соответственно, это техник, технолог, мастер, инженер по качеству, инженер-технолог. То есть, скажем, некий трудовой путь здесь прописан, на каких местах вы можете работать. Еще раз повторяю, операторы, аппаратчики, техники, все зависит от того предприятия, где вы будете работать. То есть по производству растительных масел или молочной продукции, или бродильных производств и так далее. Другое направление, которое, так скажем, тоже реализуется у нас, и, в принципе, оно должно было быть у нас в регионе, это химическая технология. Наш регион обладает крупнейшими запасами нефти и газа. У нас сосредоточены производственные мощности таких компаний, как Роснефть, как по добыче, так и по переработке. Есть рядом город Ангарск, где находится вся наша нефтехимия. У нас имеется Саянский пласт, то есть завод по производству поливинилхлоридной смолы. В городе Уськут строится крупнейшее производство по производству полиэтилена высокого и низкого давления. Поэтому востребованность специалистов именно в области химической технологии просто реально очень серьезная. Я уж не говорю про наших металлургов. У нас в Тайшет строительство нодной фабрики, где должны работать, опять же, химические технологии. Имеется малоинновационное предприятие по производству всевозможных органических веществ. Опять же, я не сказал, я не хочу об этом обратить внимание. У нас в регионе работают предприятия «Фармосинтез», существующие предприятия, и в строящиеся предприятия, или в планах строительства завода в Уссолье-Сибирском нового предприятия, в Братске, опять же, строительство завода «Фармосинтез». То есть химия, вот именно промышленная химия, у нас реализуется очень мощно. Поэтому, еще раз повторяю, здесь востребованность таких специалистов будет просто высочайшая, высочайшая, и конкуренция за вас будет очень большая на рынке. Потому что, ну, та же самая иркутская нефтяная компания, в принципе, в ближайшие годы может забирать весь выпуск, если вот так вот говорить. Два профиля – химическая технология природных энергоносителей и ургеродных материалов, химическая технология органических веществ. Два профиля, которых мы реализуем. Вы должны сдавать химия, математика, русский язык. Обязательно. Профессиональные стандарты и ваши, так скажем, места трудоустройств. Есть просто стандарт «Специалист по химической переработке нефти и газа». Здесь заявляются такие специальности, как химики, технологи, технологи топлива, изделий текстильной и легкой промышленности, продуктов питания. То есть именно химики, технологи и техники химики, занятые в производстве. А, ну, например, те же самые нефтедобывающие компании, да, «Наша Роснефть», «НК», «Верхничонок нефтегаз» и так далее. Их интересуют, например, операторы-товарники, операторы технологических установок нефтегазовой отрасли. Операторы технологических установок точно так же наши выпускники начинают работать и на ангарской нефтехнической компании. Часть бакалавриата идут работать с специалистами по контролю качества нефти и нефтепродуктов, как в ВНХК, то есть либо другую, так скажем, компанию, связанную с анализом нефтепродуктов, взять тот же самый, например, значит, компании, авиакомпании, где тоже очень важно качество топлива отслеживать. Поэтому, еще раз повторяю, здесь достаточно интересное направление и очень востребованное направление подготовки. Другое направление, которое, опять же, напрямую связано с нашим регионом, и не только с нашими, но и с ближайшими регионами. То есть Сибирь, Красноярский край, Иркутская область, Якутия и так далее, на так далее, на восток. Значит, на профиль металлургии цветных, редких и благородных металлов, направление металлургии. То есть добыча и извлечения золота, опять же, таких специалистов в области металлургии готовим мы. То есть по, так скажем, по производству или извлечению золота. Далее, алюминиевая вся промышленность, все заводы, в большинстве своем, сосредоточены у нас в Восточной Сибири, это Красноярский край, это Иркутская область. То есть многие, основные, так скажем, мощности компании «Русал» по производству, алюминий, находится здесь. Далее, Норильский никель, другие предприятия по производству, той же самой меди, или других тяжелых металлов цветных. Соответственно, таких кадров готовим, или специалистов готовят наши кафедры, кафедры металлургии цветных металлов. Значит, сдаем мы физику, математику, русский язык. Специальности или те места работы, кем наши выпускники работают, представлены на этом слайде. Перечислю специалист по гидрометаллургическому производству в тяжелых металлов, мастер, старший мастер, мастер участка, начальник смены. То есть если идет рост, то, соответственно, начальник смены и так далее. И, соответственно, уж не говоря уже о директорах крупных производств, которые являются на самом деле выпускниками нашей кафедры металлургии цветных металлов. Тот же Костноярский алюминиевый завод, выпускник нашего, Саяногорский алюминиевый завод, тоже выпускник нашей кафедры металлургии цветных металлов. Специалисты по пиррометаллургическому производству тяжелых металлов, аппаратчик гидрометаллургии производства тяжелых металлов, то есть пошли уже рабочие специальности, электролизник водных растворов, специалист электролизного производства алюминия, специалист химического анализа, оператор автоматизированных процессов производства алюминия. Вот здесь можно обратить внимание, что электролизник расплавленных солей и оператор автоматических процессов – это уже, так скажем, следующая ступень развития модернизации производства, алюминиевого производства, когда те же самые ванны электролизные, целые цеха уже автоматизируются. И, соответственно, работа на таких предприятиях становится более, так скажем, легкая, чем уже на старых, так скажем, линиях. Поэтому все развивается, все движется вперед, и не так страшно становится металлургия, она становится более чистая, более экологически чистая и более, так скажем, легкая. А нотчик производства с алюминием. Это все связано с направлением металлургии. Опять же хочу повториться, да, что направление тоже востребовано. Не зря создана кафедра базовая, то есть компания «Русал» крайне заинтересована в этих компаниях «Русал» и все наши золотодобывающие компании, они, конечно, заинтересованы специалистами. Следующее направление – автоматизация. Здесь, опять же, обращая внимание, сдаем физика, математика, русский язык. То есть, если все, что связано с химией, продукты питания, химической технологией, там химия, математика, русский язык, то металлургия – автоматизация, а здесь мы сдаем физику, математику. Что такое автоматизация, да, и то направление, автоматизация технологических процессов, производств, которые реализуются в нашем институте. Здесь речь идет об автоматизации процессов непрерывного, так скажем, типа. То есть, процессов производства, предположим, на химических предприятиях, то есть, производства, ну, предположим, например, полиэтилена или производства топлива или масел. Производство производства продуктов питания, ну, например, производства масел, алкогольных напитков или безалкогольных напитков. Или добыча, опять же, полезных ископаемых. Или то же самое, как в кафедре у нас занимается автоматизация управления, автоматизация процессов золотоизлечения. То есть, это те процессы, которые, ну, так скажем, связаны с началом возникновения и уже с самим продуктом. Поэтому здесь наши, так скажем, наши выпускники находят, ну, достаточно количество предложений на рынке. Не обязательно они должны пойти работать, например, на авиазавод, да, или на ангарскую нефтехимическую компанию, или на другое химическое предприятие. Они могут найти себе работу, так скажем, на любом производстве, где необходимо знание автоматизации процесса или производства некого продукта. Поэтому, опять же, здесь нужно, чтобы была заинтересованность, так скажем, в программировании, то есть, если человеку интересно программирование, интересные средства автоматизации, интересная технология производства некого продукта. Ну, и далее уже, как говорится, вы должны предложить некую схему автоматизации технологического процесса, чтобы облегчить, так скажем, или усовершенствовать, или облегчить труд рабочего, или, соответственно, улучшить производство, сделать его более экономически, экологически целесообразным, что ли, чем существующий на данный момент. Поэтому это направление достаточно интересное, надо его рассматривать, потому что наше будущее связано обязательно с автоматизацией, то есть, все наши производства должны быть полностью автоматизированы для того, чтобы, так скажем, было меньше аварий, была наша продукция более конкурентоспособна, поэтому предлагаю рассмотреть это направление и поступить на это направление. Профессиональные стандарты я здесь перечислил. Специалист по автоматизации механизации технологических процессов, термического производства, специалист по автоматизированной системе управления производством. Здесь, заметьте, всегда идут некие, так скажем, отличия от инженера, инженер по автоматизации, инженер по автоматизации первой, второй, третьей категории, инженер по автоматизированной системе управления производства. Ну и, например, на то же самое, так скажем, начинающие наши могут, после того, как заканчивали бакалавриат, могут начать работать, например, слесарь в области КПА, то есть слесарь КПА, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Поэтому здесь, ну вот, данное трудоустройство. А какие преимущества есть на кафедре? Одно из них – это созданный центр региональной учебной церкви компании ОВАН на базе кафедры автоматизации управления. ОВАН – это российская компания, которая производит средства автоматизации технологических процессов. Кафедры разработаны курсы, которые представлены здесь. В принципе, любой выпускник кафедры может записаться на эти курсы и пройти, так скажем, некое повышение своей квалификации. И уже, так скажем, обучаясь на кафедре, использовать эти знания, как, например, для выполнения курсовых или дипломного проекта, так и для возможности прохождения практики, трудоустройства, где-то использовать эти знания для того, чтобы, так скажем, зарабатывать уже себе на жизнь. Поэтому заочники этим активно пользуются, предоставляются данные, так скажем, средства автоматизации, создаются стенды учебные нашими студентами из предперечисленных, так скажем, видов. И все это достаточно современное и интересно. Здесь перечислены места трудоустройств. То есть, пожалуйста, востребованность наших специалистов. Если мы выпускаем год, предположим, 50 выпускников под химической технологией, поменьше, да, то заявок всегда бывает в два раза больше, чем мы выпускаем. Перечислены многие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. И, конечно же, в первую очередь их интересуют химики-технологи. Также это компании фармацевтического плана различные. Например, у нас был контакт и с компаниями, которые производят удобрения, ФосАгроком, ведущая компания, так скажем, России по производству минеральных удобрений, Еврохим и, так скажем, ну и другие нефтехимические, другие химические компании, которые, в принципе, заходят в университет и готовы предложить трудоустройство нашим выпускникам в области химической технологии. В области металлургии здесь я привожу примеры крупных компаний по производству золота. Это и Полюс, это алюминиевые все наши предприятия в области. Это можно рассматривать проектные, научно-исследовательско-проектные, так скажем, организации. Это и Геритмет, это ТОМС, то есть многие наши выпускники устраиваются работать в эти организации и, соответственно, занимаются проектированием, занимаются отработкой технологий по излечению цветных металлов. Поэтому разнообразие, как говорится, есть. Автоматизация здесь, как можно заметить, все те же самые предприятия, которые перечислены выше. Поэтому специалист в области автоматизации работает там же, где работают и металлургии, и там же работают и химики, и технологии. То есть все наши, особенно химические и нефтехимические предприятия, они достаточно мощно автоматизированы, основные процессы. И поэтому там требуются, конечно же, специалисты в области автоматизации. Здесь можно предложить преимущество университета, что у нас имеется военная кафедра. Все перечисленные направления подготовки могут обучаться, наверное, на военной кафедре. Нужно только пройти, так скажем, некий отбор, быть здоровым, физически здоровым. Ну и, соответственно, закончив военную кафедру, выпускники получают военный билет и оформляются в запас. В ВУЗе имеется всевозможная поддержка, так скажем, активности студентов. Это первое, это рейтинговая стипендия. То есть если вы занимаетесь активной спортивной деятельностью, культурно-творческой деятельностью, научно-исследовательской деятельностью, то есть учебная деятельность у вас на высоком уровне, то есть олимпиаду и так далее, то в принципе порядка 10 тысяч стипендий по рейтингу можно получить. То есть тут можно уже начать считать стипендию, которую вы можете получать. То есть 10 рейтинг, обычная стипендия для первокурсника, она, наверное, около 5 тысяч. Потом, если вы приняли участие в программе «Авангард», это для студентов первого-второго курса, то дополнительные еще 10 тысяч. Если вы участвуете в «Альфа-шансе», то, соответственно, 5 тысяч рублей ежемесячно в течение двух лет для студентов первого курса. Я хотел бы отметить, что направления такие, как радиотехника, инфокоммуляционные технологии и системы связи, автоматизация химической технологии, нанотехнологии. Сегодня мы с вами говорили про автоматизацию химтехнологии. Они входят в приоритетное направление подготовки Российской Федерации. И по этим направлениям в ВУЗу выдается квота более 50 стипендий, стипендий президента и правительства Российской Федерации. То есть оказывается поддержка на уровне уже федерального правительства таким студентам. То есть если вы поступили на автоматизацию, поступили на химтехнологию, то, соответственно, если вы учитесь на «Отличное» и «Хорошо», если, ну, средний балл должен быть больше 4,5, если вы занимаетесь активно научной деятельностью, имеете публикации уже на первом курсе, это реально сделать, далее участвуете в всевозможных олимпиадах и других мероприятиях, вас поощряют за это, в принципе, вы можете подать, податься на эту стипендию, выдержать конкурс и, соответственно, получать дополнительно еще 5 тысяч. Плюс, еще раз повторяюсь, это стипендия президента правительства, это очень, так скажем, весомая награда, которую можно, конечно же, затем в своем резюме указывать при трудоустройстве. Ну, здесь просто представлены заявки, если будут некие вопросы, я мог бы показать и рассказать о тех заявках, которые приходят от компаний по трудоустройству. У меня на данный момент все.